Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Многие незнакомые с воровской средой люди полагают, что вор в законе всегда человек почтенного возраста, умудренный жизненным опытом. Однако зачастую это далеко не так. В прежние времена воровскую семью могли принять 18 и даже в 15 лет. Происходило это, как правило, в Грузии или Армении. В Грузии с тех пор ничего не изменилось, и сейчас по-прежнему почти все самые молодые воры, за редким исключением, это грузины. В этом видео мы расскажем вам о пяти самых молодых законниках последнего десятилетия. Французов Максим Геннадьевич по прозвищу Француз родился 6 мая 1990 года, по национальности русский. 6 февраля 2008 года, в возрасте 17 лет, он был задержан за грабеж. 8 сентября этого же года Видновский суд осудил его на 7 лет общего режима по статьям 161 часть 1 и 161 часть 2 УК РФ. Отбывать срок его отправили века 3 в Смоленской области. Французова можно было отнести к романтикам воровской идеологии, даже можно сказать к фанатикам. На зоне он, естественно, входил в группировку заключенных отрицательной направленности, причем был одним из лидеров. Чем и приглянулся вору в законе Жоре Ташкентскому, который также отбывал срок смоленской колонии. 11 июня 2013 года, находясь века 3 в Смоленской области, 23-летнего француза короновали по инициативе мегрельской группировки братьев Кордава из клана деда Хасана. Подход к нему сделали уже после убийства Усаяна, когда позиции дедовских начали ослабевать и им требовалась новая кровь. Личную рекомендацию французу давал знакомый ему по смоленским лагерям вор в законе Георгий Сорокин, он же Жора Ташкентский. Однако вскоре после этого новоиспеченного вора в законе этапировали в учреждения с более суровым режимом ИК-33 в Абакане. По пути следования к пункту назначения француз под давлением администрации отрекся от своего титула и соблюдения воровских традиций. 29 сентября 2013 года он прибыл в СИЗО-2 в Абакане, где уже на следующий день сделал злополучное заявление. Противостоять системе у 23-летнего француза не хватило ни духа, ни опыта. Сломать французова для ВСИН было делом чести. Его коронация была пощечиной всей системе исполнения наказаний, ударом по ее престижу. Одно дело, когда вор приходит вором со свободы, с ним работают в штатном режиме. Коронация же на зоне – это ЧП на уровне директора ВСИН. У француза просто не было ни единого шанса сохранить свой титул. И в этом в большей части вина не француза, а тех, кто его короновал. Однако, как ни странно, выйдя на свободу, он надеялся вернуть себе титул, заявив, что запись была сфальсифицирована, что было очевидной ложью и, как следствие, не получил поддержки даже от тех, кто его короновал. Тем не менее, он эту мысль не оставил и впоследствии совершил ряд непростительных поступков. Стал нелестно отзываться в адрес одного из воров в законе, за что в итоге и поплатился. В августе 2015-го его доставили в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями. Француз стоял возле своего дома в городе Московске в Новой Москве, когда к нему подбежал киллер и произвел четыре выстрела в упор. Француз чудом пережил покушение, но уже менее чем через два года, 14 марта 2017-го, в 4 утра, 26-летний Максим Французов выбросился из окна своей квартиры на седьмом этаже. Тело француза без признаков насильственной смерти было обнаружено на козырьке дома, приехавшими врачами скорой помощи. Петриашвили Гига Тадоевич, также известный под прозвищами профессор или Гига Кахетинец, родился 11 июля 1991 года в Гурджиане, по национальности грузин. Сейчас ему 28 лет. 27 июня 2013 года он был коронован в Греции в возрасте 21 года. Воровской подход к нему был сделан Томазом Гагаладзе по прозвищу Чермен. Короновали его в присутствии таких воров, как Тава, Датоку Таиски, Важа Тбилиски и Сандрик. За шесть лет Гига никогда не находился под конфликтом, то есть признается всеми ворами в законе и никто не имел к нему претензий или вопросов. При этом ни разу не побывав в тюрьме, ни до, ни после коронации. Петриашвили гражданин Грузии, но постоянно проживает в Турции, где контролирует группы, занимающиеся квартирными кражами, а также барсеточников. В сентябре 2017 года 26-летний вор в законе прибыл в Украину для встречи с представителями преступной среды высшего звена. Задержали его в кафе во время встречи со знакомыми. По оперативной информации, в Киеве он пытался организовать и контролировать группы квартирных воров, автоугонщиков и воров из машин. Вора в законе выдворили в Турцию и запретили ему на три года въезд на территорию Украины. Однако уже в марте 2018 года в Киеве его задержали второй раз. Во время пребывания на территории Украины вор в законе организовывал сходки для перераспределения сфер влияния в уголовном мире. При этом профессора больше всего интересовали группы угонщиков автомобилей и лица, которые занимались кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Профессора второй раз сопроводили до самолета, которым он отправился в Стамбул. Менее чем через месяц после этих событий, в апреле 2018 года в Турции был убит 59-летний вор в законе Гайос Звиададзе, более известный в криминальной среде как Гия Кутаиский. Его спутник, личность которого сначала не была установлена, получил ранение в ногу и с места преступления скрылся. Человеком, сопровождавшим Гию Кутаиского в момент покушения, оказался 26-летний вор в законе Гига Петриашвили. Инцидент произошел в Анталии, возле жилища воров в законе Романа Барбакадзе, также известного как Ремена. Звиададзе и Петриашвили были атакованы в подъезде его дома. Судя по всему, погибший на месте Звиададзе был главной целью нападавших, поэтому Петриашвили сохранили жизнь. Рахвадзе Бадрика Хабирович, также известный как Бадрачуна, родился 29 октября 1991 года в Кутаиси, по национальности грузин, сейчас ему 27 лет. 28 июня 2013 года он был коронован вместе с еще несколькими грузинскими ворами в Греции в возрасте 21 года. Подход к нему сделал даток утаистский, присутствие тавы из азы кутаистского. Прозвище Бадрачуна переводится как Бадридрачун, с 2013 года проживает в Греции. О жизни одного из самых молодых воров в законе практически ничего не известно. Известно только то, что ни в Грузии, ни в Греции, в местах лишения свободы он не бывал. Келадзе Георгий Автандилович, также известный как Гега Азургетский, родился 12 февраля 1992 года в Азургете, по национальности грузин, сейчас ему 27 лет. В июне 2013 года он был коронован в Греции в возрасте 21 года, важе и тбилисскими сандриком Курасбедиани, который Геге приходится двоюродным братом. Кстати, дядя Геги Датоцрипа также являлся вором в законе, но был остановлен в 2006 году. Однако уже менее чем через два года, в марте 2015-го, на воровской сходке в Греции полномочия недавно коронованного вора в законе были остановлены. Коса нашла на камень в лице кутаистских законников из поколения 80-х, Шатытевдорадзе, он же Шатико, и Георгия Эндиладзе, также известного как Тава. Эти же двое в результате пошатнули и авторитет самого ваше тбилисского, который выдвигал Келадзе. Первая стычка Геги Става и Шатико произошла в Греции в январе 2015 года. Причиной была так называемая обезличка. По воровским законам при коронации новичка положено узнать мнение всех воров, находящихся в досягаемости или как минимум поставить их в курс постфактум. Несмотря на то, что Шатико и Тава в момент подхода находились в Греции, их не удосужились ни позвать, ни уведомить. Там же при встрече Геге объяснили, что он не вор, избили и передали через него привет Важе, провоцируя того на ответные действия. Однако Важе и Таве все же удалось договориться, и в декабре 2015 года Гега Азургецкий в статусе был восстановлен. Сразу после этого Гега покинул Грецию, и 25 мая 2016 года Келадзе был задержан сотрудниками ГУРНП Украины в Киеве с фальшивым паспортом. По его словам, в Украине он находился около года, однако с действующими в Украине ворами Келадзе отношения не поддерживал. Задержанного поместили в приемник-распределитель для нелегалов, однако спокойно покинуть Украину Келадзе не удалось. 26 января 2017 года следственным отделом Репкинского отделения полиции в отношении 25-летнего грузинского вора в законе Георгия Келадзе было возбуждено первое в его жизни уголовное дело по статье 115 УК Украины, трактующей меру ответственности за покушение на убийство. Потерпевшим оказался далекий от уголовного мира нелегальный гастарбайтер из Узбекистана. Стычка произошла на самой что ни на есть бытовой почве, около трех часов ночи в жилом секторе Черниговского центра, где нелегалы дожидаются своей очереди на депортацию. Оба находились в состоянии опьянения, узбек алкогольного, грузин наркотического. В результате конфликта вор в законе нанес узбеку ножевое ранение. Однако Келадзе удалось скрыться от украинских правоохранителей и покинуть территорию Украины. В 2017 году по решению Черниговского районного суда Келадзе был объявлен в международный розыск за покушение на убийство. Более двух с половиной лет о нем ничего не было слышно. Но 2 сентября 2019 года первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о том, что из Болгарии экстрадирован вор в законе Гега Азургетский. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Аброськин отметил, сегодня из республики Болгария в аэропорт Борисполь работниками национальной полиции Украины был экстрадирован один из самых молодых воров в законе по кличке Гега Азургетский, 1992 года рождения. В данный момент Келадзе находится под стражей в ожидании суда. Убилава Реваз Рандиевич, также известный как Резико Джварский, родился 10 апреля 1993 года в Джвари, по национальности грузин. Сейчас ему 26 лет. Дядя Реваза был вор в законе, его полный тезка Реваз Убилава, который умер от туберкулеза за 5 лет до рождения Резико в 88 году. Первую судимость получил за кражу, срок отбывал ВК-1 Анохова. Сразу после освобождения, в августе 2014, в возрасте 21 года, он был коронован. Реваз был принят воровскую семью такими ворами, как Гига, Антик, Алико Шошия, Дату Сургутский, Баха-Баха и Ираклий Хуту, в присутствии еще 12 воров, среди которых был Равшан Ленкаранский. Коронация состоялась в Турции. Резико можно назвать самым молодым из коронованных за последние пару десятилетий вором в законе. Однако в настоящее время он развенчан и говорят, что это решение окончательное и пересмотрено оно быть не может. Криминальная карьера Реваза полна невеселых инцидентов. Еще в статусе стремящегося он был жестоко избит представителями недружественной воровской семьи. Тогда ему нарочно сломали обе руки. Будучи вором, он снова подвергся сильному избиению людьми из того же клана, что позже было признано другими ворами беспределом. Пробыть в статусе вора в законе ему удалось не полных 4 года. В июне 2018 Реваз был избит и развенчан за неворовское поведение, причем теми же людьми, что его короновали. Претензии к нему появились у людей из круга, к которому Реваз и принадлежал. Считая его отдельные поступки и поведение в целом неворовским, воры неоднократно звали Реваза на сходку, но он избегал встреч, что уже само по себе не сулило ничего хорошего. Впоследствии вор в законе Дато Сургутский встретил резяков Турции и задал ему вопрос, почему тот игнорирует воров, после чего Дато посадил Реваза в машину и повез к другим ворам, параллельно обзванивая их. Говорят, что по пути Реваз, сидевший на заднем сидении, неожиданно выпрыгнул из машины. Так он хотел снова избежать сходки, поскольку только на ней вору могли предъявить претензии и развенчать его. Но это не сработало, Реваз лишь усугубил свою участь. Столь откровенно бегать от воров непозволительно. За все его поступки и неворовское поведение его избили и развенчали, и говорят, что с концами. Избили его те же воры, что и короновали, в частности, присутствовавшие на его коронации Коба Сухумский и Зураб Дгебуадзе, после чего Коба Сухумский признал его не вором. Это был канал Всего тюрьме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!